Трапеция. В этой трапеции верхнее основание это А и А, всего два А. В нижнее основание это В и В. В этой трапеции проведен вот такой вот отрезок. Замечательно. Она равнодушная, то есть как бы косметрично относить на вот этой вот прямой. Замечательно. Понятно, что это за как называются вот эти два отрезка? Перпендикулярные, да? Замечательно. Так, введем. А, Б, С, Д. Это вся трапеция. Извините, я пропустил. Что вы сейчас построили внутри трапеции? А, Б, С, Д. Равнодухая трапеция. У нее есть некоторая площадь. Давайте эту площадь обозначим буквой З. Дальше. У нас есть четырехугольный КЛМН. Его площадь мы тоже обозначим буквой, тут будет буквой И. И, вот сейчас вы сможете сделать. Мы возьмем вот здесь вот точку, проведем горизонталь и проведем отрезок параллельно отрезку А, Б. Понятно, что возникает опять равнобокая трапеция. Он где-то где сечется с отрезком К, Н, и возникает равнобокая трапеция. Ну, давайте ее обозначим как-нибудь там. П, К, Р, С. И ее площадь обозначим тоже какой-нибудь буквой. Буквой И. П, К, Р, С. Это будет И. Так вот, задача понять, какое существует соотношение на величины X, Y и Z. Но, разумеется, любой дармальный человек понимает, что Z это площадь большая, Y поменьше, а X самое маленькое. Просто потому, что одна трапеция, тот четырехугольник ее содержит и большая трапеция. Но, оказывается, не любые три положительных числа X, Y и Z, для которых X меньше Y меньше Z, могут быть члены. Оказывается, есть некоторое довольно хитрое соотношение. И это самое соотношение я сейчас и хочу вам показать. Прежде чем разбираться с этим, к сожалению, еще придется ввести обозначение. Потому что пока еще мне недостаточно букв, чтобы описать площадь. А именно, господа, давайте я длину отрезка К, М. Длину отрезка К, М я обозначу буквы С, поскольку она у меня будет часто встречаться. И дальше, вот здесь вот поставлю точку О, введу такие значения. Отрезок ЛО я обозначу буквой H маленькая, а отрезок ОН я обозначу буквой К. Итак, вот смотрите, расстояние между вот этими прямыми параллельями у меня будет называться H. И вот буква С это длина отрезка К, М. Давайте посмотрим, можем ли мы какие-то из величин Х, У и З уже вычислить. Ну, на самом деле, когда у вас есть трапеция с основанием 2А и основанием 2В, то вы, безусловно, зная высоту, высота у нее, как у Саши, вы можете написать площадь. Ну, почему? Потому что просто есть формула. Площадь любой трапеции это половину суммы оснований умножить на высоту. Для тех, кто не знает, я на всякий случай повторяю, это не для равноводки, это вообще для любой трапеции. Вот смотрите, если мы знаем высоту, некоторые отрезки как большое, и мы знаем основания, какие там отрезки, да, то смотрите, проведя диагональ трапеции, мы делим ее на два треугольника. Если вот это основание у нас 2А, а вот это нижнее основание 2В, то площадь вот этого треугольника, это 2А умножить на Аж к полу. А площадь нижнего треугольника, это 2В умножить на Аж к полу. Ну, собственно, вот, все получилось. Внешняя трапеция, то есть величина З, это просто-напросто А плюс В умножить на Аж плюс К. А, площадь большой корбецы АВЦД, это есть произведение суммы А плюс В на Аж плюс К. Все согласны? Согласны. Отлично. Теперь давайте зададим себе такой простой вопрос. Можем ли мы написать площадь четырехугольника, у которого перпендикулярные диагонали? На самом деле, опять же, не так важно, что они пересекают, потому что здесь симметрично. Важно просто, что они перпендикулярны. Вот представьте себе, что мы знаем. Слушайте, что тут? Все просто, значит, половина прямоугольника. Прямоугольник имеет одну сторону С, другую сторону H плюс К. Я пока прав? Прав, отлично. Значит, величина у эту цель умножить на H плюс К и разделить на 2. Отлично. Ну вот это вообще легко. Это легкая часть работы. Теперь наступает настоящая, действительно тяжелая часть работы. Она заключается в том, что, к сожалению, площадь вот этой маленькой капеции P к V от S, она не отделена еще теми числами, которые я и отрубил. Почему? Потому что все зависит от положения точки P. Если точка P будет двигаться по вот этому отресту, то, соответственно, точно так же будет двигаться точка S. Ну и дальше, в зависимости от положения. Значит, для того, чтобы все-таки решить задачу, я должен сейчас сделать такую штуку, ввести еще одну. Я ввожу отношение отрезка K, P к отрезку K, L. K, P это есть K, L умножить на некое число T. Разумеется, число T привлекает значение от нуля до единицы. Ну, если T равно нуля, то все вырождается просто-напросто в отрезах K, L. Если T равно единице, то тогда вот эта вот точка P отбирается сюда. И, кстати, это очень важная картинка, без нее ничего у нас не получится, что происходит в момент, когда T равно единице. Вот у нас исходная трагедция со сторонами 2A и 2B. Вот у меня точка L, она там такая есть, вот так-так-так-так. Вот этот вот отрезок K, M. Главное, ничего не перепутать из того, что на картинке. Значит, итак, вот тот самый четырехугольник, вписанный с перпендикулярной диагонали, да? Итак, точка P дошла сюда. Значит, мы должны провести прямую, параллельную прямой АВ. Мы проводим прямую, параллельную прямой АВ. И вот где-то здесь возникает, ну и, соответственно, с другой стороны тоже. То есть вся картинка, вот эта вот трапеция B, U, R, S, вырождается в равномерный треугольник. Точки P и Q, например, сюда становятся, а точки S, R превращаются сюда. И наоборот, повторяю, когда T равно 0, то все превращается в отрезок К, U. Значит, господа, мы с вами сейчас должны во-первых, понять у этого треугольника ну, какие-нибудь вот высота или какое основание, а во-вторых, мы должны с вами понять, как все-таки написать формулу для площади трапеции B, R, S в любой момент времени. Не только в момент времени термин 0, когда это точка чьи 0, не только в момент времени термин 1, когда мы ее сейчас посчитаем, а в любой момент времени. Ну, давайте каким-нибудь образом это делать. Для начала все-таки разберемся здесь треугольника. Вы смотрите, если я провожу и провожу параллельно, вот этот вот отрезок проходит параллельной стороне AB, то мне сейчас очень важно понять на самом деле какую вот что это за отрезок, какую долю от высоты он содержит. Это легко. Дело в том, что если здесь всего 2А, то вот этот отрезок это А. соответственно вот этот отрезок это А, здесь было B, соответственно вот это будет B-A. Прилограмм здесь A, здесь B-A. И смотрим на подобные треугольники. Вот эти 2 треугольника подобны, очевидно подобны, потому что это равен этому, это равен этому, вертикально, все замечательно. При у одного из них сторона А, а у другого сторона B-A. Значит, коэффициент подобия это отношение B-A к А. То есть вот этот отрезок, если поделить на этот, то будет так же, как B-A относится к А. Соответственно, вот этот отрезок от всего этого составляет такую же часть, какую B-A составляет от суммы. Ну, сумма это B. значит, вот эта величина это B-A разделить на B и умножить на, вся вот эта высота была в К. Ну, и, соответственно, вот это будет равнёхонько А-тая часть от B-A плюс А от B. Значит, это будет А разделить на B и умножить на К. Ребята, мы сделали довольно существенное движение. Мы с вами поняли, чему равна вот эта величина. Давайте это зафиксируем, это очень важно. А умножить на К разделить на Б. А умножить на К разделить на Б. Соответственно, вся вот эта величина это будет понятное дело H плюс. Высота равнобедренного треугольника высота точки, когда Т равно единице. Вот такая штука. H плюс А-К разделить на Б. Отлично. Это мне скоро понадобится. Единственное здесь проблема с доской. А правда, что все вот эти значения уже запомнили. Давайте я их заберу, потому что явно мы их уже все запомнили. И давайте продолжать нашу работу. Значит, высота в точке Т равно нулю была нулем. Сейчас очень важная вещь. когда вы двигаете точку, то имеет место теорема Фалеса. Все присутствующие помнят, что такое теорема Фалеса? А? Давайте я напомню. Если у вас есть две прямые, и точка движется с постоянной скоростью, а вас интересует ее тень на другой прямой. помните такую вещь? Если мы прошли здесь отрезок и здесь прошли такой же, то вот эти два отрезка тоже равны. Да? То есть когда у вас есть равномерное прямолинейное движение, то любая его проекция на кругу прямую это тоже равномерное движение. То есть кстати, когда проекция центральная, это вовсе не так. Давайте вспомним, что если у вас стоит лампочка в каком-то месте, и вот идет человек, то смотрите как тень устроена. Когда подошел сюда, тень совсем маленькая, да? А здесь вот, что происходит? Ну неравномерное движение, правда? То есть когда вот здесь вот сдвигаешься, то тень сдвигается вот настолько, а когда здесь сдвигаешься, то легко понять, что тень будет сдвигаться на совсем другое состояние. То есть при центральной проекции это не так. А вот при параллельной проекции, если у вас есть какая-то прямая и на ней происходит движение с постоянной скоростью, и у вас прямые проведены параллельно, то проекция на любую прямую тоже происходит. То есть какая идея? Если у вас точка П продвигается от точки К к точке К с постоянной скоростью, движется, 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 и, скажем, за 1 час она проходит от точки К в точке Е, да? То при этом вот эта точка будет тоже равномерно двигаться от точки К до вот этого положения, которое я вам здесь показал. Понятная идея? У нас то, что называется линейная функция. Ребята, это очень простая, очень важная идея при подсчетах. Когда вы, вот давайте я нарисую картину, представьте себе, что у вас есть график какой-то линейной функции. Что нужно, чтобы задать? Достаточно двух точек. Если вы знаете любые две точки напрямую, то вы уже что? Уже полностью знаете эту прямую. Вот я ровно этим сейчас и хочу воспользоваться. Хочу сказать вам, как у Ростовича, при t равно 1 мы высоту посчитали, правильно? Высоту имеется в виду нашей, ну она становится вырожденной, но тем не менее, в молодости она была равнобогая трапеция PURS, да? Все время, сначала она была отрезком, потом постепенно расход, 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 расход. Замечательно. Так вот, значит, высота в точке t равно 0, высота, когда t вознялось 0, это было числом 0. Высота, когда t равно 1, это вот такой отрезок. Всем понятно? Замечательно. А значит, в произвольной точке t какая высота? Вот это умножка на t. Вот и давайте я это уже запишу. Высота трапеции, высота трапеции PQRS. Трапеции, в момент времени t равна, поехали, H плюс АК разделить на B умножить на D. Отлично. Но, как вы помните, чтобы найти площадь трапеции, надо знать не только высоту, но и основание, чтобы их сложить, разделить на 2, и умножить на высоту. Значит, я сейчас должен понять, чему равен отрезок PQ, и должен понять, чему равен отрезок SN. Ну, смотрим. Что это? Это легко совсем с подобным. Я понимаю, нет, кэр легко. Разумеется, легко. Нет, это действительно подобные двойгольники, да, я понимаю. Вот, PQ, это, смотрите, это вот как бы t, да, здесь вот t, а здесь как бы 1-t, ну, то есть доля. Здесь всего h, здесь t, h, а здесь h умножить на 1-t. Действительно, отрезок PQ, это от отрезка KM, какая часть? 1-t. КМ, это у меня C было, обозначало. Да. C умножить на 1-t. Так, надо теперь, чтобы все остальные поняли. Просто подобие треугольников. Треугольник LPQ подобен треугольнику LKM. То есть, это подобие 1-t. Если отрезок КМ было C, значит, вот так должно быть. Хорошо, PQ это C умножить на 1-t. Теперь надо разбираться здесь. Вот здесь, на самом деле, немножко хуже ситуация. Почему? Потому что вот этот вот отрезок SR, он у нас пробегает значение. Давайте я для отрезка SR аккуратно выпишу. Значит, отрезок SR в момент времени T равно LU, это отрезок равен C. Потому что в момент времени T равно LU, точка S здесь, точка F, точка F, точка F, это у нас получается отрезок C. А вот в момент времени T равно LU, у нас получается вовсе не C, а вот этот вот отрезочек. Так, давайте разбираться, что это за отрезок. Ну, наверное, самый простой провести вновь. Можно сделать проще. Мы знаем верхнее основание и знаем высоту. Дальше мы знаем угол из большой трапеции. Можно провести параллельно, да, это и вот параллелограмма. Маленькую трапецию, большую трапецию. Они не подождают. Маленькая и большая трапеция не подождают. Они не подобны, но у них одинаковые углы. Углы, конечно, одинаковые. Поэтому если их заполнится в параллелограмму, то оставшиеся треугольники будут подобны. Ну, можете попытаться показать? Нет, я реагирую, что я сейчас могу досчитать. Работе, вот, параллельно, так. Вот, параллельно, так, и забыть. Нет, почему? Вот этот отрезок имеет длину 2В минус 2А. Это правда. 2В минус 2А, да. 2В минус 2А. Высота у этого треугольника Аш-УСКИ. Аш-УСКИ, да, Аш-УСКИ. 2В минус 2А относится к Аш-УСКИ, как... Так, здесь у нас известно, как вот эта величина... Так, букву ИС пока еще не использовали, нет, букву ИС. Так, ИС относится к высоте... К высоте, которую мы нашли. ТАш плюс Акварный долетий на Аш. Акварный долетий на Аш. Акварный долетий на Аш. Да. Номер на Аш. Отсюда можно найти X, с плохими свободными лицами. Как работает? Даже X равно... Я вам скажу, что X чему-то равно. А как написать ответ? Предположим, что X мы знаем. А ответ писать у нижней основания, это X, то есть верхней основания. Девушки отдыхают. Адем... Ну-у-у. 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 Ну что, вроде раз. Так, ребята, идею вы поняли? Да. Хорошо, спасибо, спасибо, а я сейчас буду начинать. Нет, ребята, на самом деле, это здесь уже спор научных школ, да, мысли, что нужно как-то посчитать, и давайте я все-таки попытаюсь, так как я хотел, хотя хорошие идеи абсолютно разумно нам сказали. Так вот, а я хотел так, я хотел сказать, что отрезок СФ равен СФ и Т равно 0, и превращается вот в этот отрезок, когда Т равно 1. В этом серии? В этом серии. Замечательно. А этот отрезок считать можно из подобия вот этих треугольников, из подобия вот такого треугольника и такого треугольника. Замечательно. Значит, вот этот вот отрезок, это есть. Вот этот, а вы знаете, что это такое, господа. Это 2b минус 2а. 2b минус 2а. Умножить на крецент подруги. Крецент подруги – это отношение этих вот высот. Ну, замечательно. Здесь будет h плюс k, а здесь высота вот та самая, которую мы писали. Это h плюс ak разделить на b и умножить на t. Ой! Какой еще t? Ну, t на единицу. Вот эта высота, она без всякого t. Это просто единица. 2b минус 2а умножить на h плюс ak разделить на b разделить на h плюс k. Так, ребята, контролируем. Это правда? Значит, вот этот вот треугольник подобен этому. Крецент подруги – это отношение высот. А основание – это 2b минус 2. Замечательно. Теперь, как записать функцию линейную, которая в точке t равно 1 принимает значение c, а в точке t равно 1 принимает вот такое вот страшное значение. Тоже просто. Надо посмотреть, насколько эта величина успевает измениться за единицу. То есть надо сделать так. 2b минус 2а разделить на h плюс k. А здесь у нас будет h плюс ak разделить на b, да? Вот. Минус c. Вот ровно настолько она изменилась. Раньше было c, теперь стало вот такое. Изменилась она настолько. А если прошло не время единицы, а какое-то время t, то она изменяется вот настолько. Ну, замечательно. И в момент времени 0 была такая величина. Давайте я покажу на графике. Вот представьте себе, что у вас есть совершенно любая функция. Вот она как-то так себя ведет. Значит, в момент времени t равно 0 она принимает значение c, в момент времени t равно 1 она принимает, не буду писать себе вот это вот значение какое-то там. Как узнать это в любой момент времени t? Да очень просто. Надо взять c в качестве такой неизменной величины, и прибавить к этому t часть от вот этого изменения. То есть вот этот вот отрезочек, это t умножить на 1. Ну, а этот отрезок я посчитаю. Замечательно. Замечательно. Значит, такое у нас будет нижняя основа. Все помнят, что у меня была формула для верхнего основания вот здесь. c умножить на 1 минус t. Было? Было. Значит, сейчас я должен сложить эти две формулы, разделить на 2 и еще умножить вот на это. Отлично. Итак, сложить вот эти две формулы, разделить на 2 и умножить на высоту. Величина x. f. h плюс ak разделить на b умножить на t. Умножить на. Здесь в полам, а здесь пишем c минус ct плюс c плюс вот этот куш. А этот кушес вот на самом деле такой. Здесь есть минус ct, поэтому можно я его сразу напишу. Минус ct. Это вот это. А вот это уж, писать не писать. t умножить на 3, где в знаменателе h плюс k, а в числителе 2b минус 2a умножить на h плюс ak разделить на b. Так, ребята, давайте смотрим дальше. Ну, во-первых, на 2 делить здесь это одно удовольствие. Можно я, что называется, так, c минус ct, c минус ct. Т.е. на 2 делить это я просто вот это вот возьму и я зачем покажу. Замечательно. Вот. Твой у меня тоже зачем. И здесь все-таки вот эти 2 не состоят. Вот в результате этих 0 градских действий я думаю, что все стало хорошо. Так никогда нельзя делать здесь, правильно? Но... Так, помните стихотворение? Пушите так, к другу стихотворцу. Лучше советую придете домой, набрать в интернете, к другу стихотворцу. Вкратце могу объяснить сюжет. Там рассказано о том, как священник абсолютно пьяный идет, а навстречу ему мужички. Вот. И они его спрашивают. Батюшка, как же так? Ты в церкви нам всегда проповедуешь, там вот трезвую всегда выливаешь. Вот. И Пушкин дает совершенно потрясающий точный совет от лица этого священника. Как в церкви вас учу, так вы и поступайте. Живите хорошо, а мне не подражайте. Понятная идея, да? Вот. Ну ладно, очень интересно, это считается на шестом конца или нет. Получилось такое выражение. Получилось такое выражение. На самом деле, я не знаю, что страшно, только на самом деле есть одна проблема. Она в том, что величина С на самом деле не является независимой переменной. То есть, когда у нас есть трапеция, здесь основание 2А. А здесь у нас основание 2В. Мы взяли вот этот вот отрезок, КМ обозначили буквы С. На самом деле, величину С можно вычислить через буквы А, В, H и К. Давайте это сейчас сделаем, поскольку пока я не знаю, чему равен С, у меня на самом деле ответ не может получиться. Потому что у меня есть такая лишняя странная буква. Вот. Делается это очень просто. Вот у меня есть трапеция. Вот здесь проведен наш отрезок КМ. Как вы помните, его длина была равна С. Надо просто взять и отрезать эту трапецию параллелограмму. Тогда здесь у меня было 2А, здесь 2А, а здесь, естественно, 2В минус 2А. Как найти величину отрезка С? Это очень просто. Надо в 2А, вот к этому отрезку, прибавить вот этот. А что это такое? Из-за подобия треугольников, это на самом деле H разделить на H плюс К и умножить на 2В минус 2А. Вот такая формула. Давайте посмотрим, нельзя ли это как упростить. Значит, приведем к общему знаменателю H плюс К. Тогда будет так. 2АН плюс 2К плюс 2ДА минус 2АН. 2АН можно убрать. И для величины С мы получаем замечательный ответ. Это двойка, умноженная на АК плюс BH, деленная на H плюс К. Ребята, посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот здесь вот эта величина страшно похожа на величину С. Согласна? Или нет? Да. Давайте же этим, собственно говоря, будем пользоваться. так. Итак, что у нас есть? Я умножаю и на B умножаю. И у меня тогда получается так. Т умножить на B минус А. Это по-прежнему осталось. Здесь у меня получается С, деленное на B. Ну, на самом деле, не вполне С, а С, деленное на 2B. Так, проверите, пожалуйста. Т умножается на B минус А. Здесь, значит, числительный ответ на B умножили. Получилось HB плюс АК. Нормально? Да. Нормально. Что? Нормально. Так, теперь что делаем? Ну, во-первых, я должен немножко вырывать доской, потому что так уже больше невозможно. Давайте я вот это вот всё уже сотру. Уже считается, что это мы всё-всё-всё-всё-всё знаем. Так. Так. И я должен теперь, значит, окончательно перейти к формуле, что же такое величина Х. То есть величина Х, это на столкете. Так. Давайте. B H плюс АК разделить на B. Так. Всё-таки я уже начну так писать. H плюс А напишу в знаменатель. И H плюс К напишу в числитель. Это для того, чтобы это больше походило на С. Дальше. Дальше. Умножить на Т. Всё нормально. Дальше. Вот из этого выражения я С вынесу. Остаётся. 1 минус Т. Плюс. Плюс, плюс, плюс. ТВ минус ТА делённое на 2В. Так. Нормально. Продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Значит, вы уже помните, что вот эта штука, это на самом деле у нас С пополам, да? И ещё здесь есть С. Значит, будет С квадрат пополам. Дальше у нас будет H плюс К. Дальше будет T. Дальше делать С уже убрал. Дальше будет разделить на 2В. Кстати, здесь я забыл, так что его тоже стоит написать. Или не забыл? Нет. Забыл. Да, забыл. Его надо будет написать. Нормально. И теперь здесь переводим к общему знаменателю. Значит, будет так. 2В минус 2ТВ плюс ТВ минус ТА. Значит, здесь будет так. 2В минус АТ минус ВТ. Ребята, проверяйте. 2В минус 2ТВ плюс ТВ. Так, вроде бы это нормально. Что это на самом деле такое? Это квадратичная функция. Т элементная. Это просто некоторая... Значит, В величина известная. Х как величина известная. С вообще-то через А, В и H тоже у нас вполне выражено, да? Так что, тоже величина известная. Реально для того, чтобы решить задачу, я должен рассмотреть вот такую квадратичную функцию. Давайте я ее отдельно выпишу. То есть, функция, зависящая от Т, определена следующим образом. Это 2ВТ минус А плюс В умножить на Т в квадрате. Замечательно. Нужно разобраться, в какой точке она принимает свое наибольшее значение. Значит, в точке Т равна нулю, она равна нулю. А вот, в принципе, она как-то какое-то там значение принесет. Ну извините. Делается очень просто. Смотрите. У вас есть график этой самой комплекции. В точке Т равна единице она принимает какое значение? Когда Т равна единице? В минус А, правильно? Значит, у меня на картинке В больше, чем А. То есть, картинка примерно такая. Вот, Т равна единице, ноль. Меня интересует вот эта точка. Вершина параболы. Ветли параболы направо вниз, потому что здесь коэффициент стоит внизу. Вообще-то, в школе куча формы. Давайте вспоминать. Если есть АХ квадрата плюс ВХ плюс С, какая координата вершины параболы? Минус В разделить на 2А, да? Ну, то есть, в данном случае, какое значение величины Т? Нужно взять вот этот аффициент с минусом. Минус 2В разделить на удвоенный вот этот. На минус 2А плюс В. Ура! В разделить на А плюс В. Ребята, можно я сейчас не буду параболы объяснять тем, кто не знает? В общем, это совсем школьный материал. Надо... Действительно, я считаю, что я сейчас просто должен взять и отставить вместо Т это значение. В разделить на А плюс В. Поехали. 2В, В разделить на А плюс В. Минус, когда В разделить... Минус В квадрат разделить на А плюс В. 2В квадрат минус В квадрат, То есть, это, естественно, b в квадрате разделить на а плюс b. Отлично. Значит, вот наибольшим значением этого выражения является вот такое вот число. b в квадрате разделить на а плюс b. Значит, я могу написать, что величина из никогда не бывает больше, чем c в квадрате разделить на 2b умножить на h плюс k. А умножить на b в квадрате разделить на 2b, вот это 2b, и еще на а плюс b. Отлично. Осталось чуть-чуть сократить b в квадрате и здесь вот b в квадрате, и мы получим, наконец-то, ответ. Максимально возможное x, это есть c в квадрате умножить на h плюс k и разделить на 4 раза а плюс b. Замечательно. Замечательно. Теперь можно уже забыть все наши вычисления, и давайте посмотрим на величину x, y и z. z это а плюс b умножить на h плюс k. y это c умножить на h плюс k и разделить на 2b. x не превосходит c в квадрате умножить на h плюс k и разделить на 4 раза а плюс b. Ребята, скажите, пожалуйста, если я z умножу на x, z умножу на x, значит, z это у нас а плюс b умножить на h плюс k. x это вот это хозяйство, не превосходит c в квадрате h плюс k разделить на 4 раза а плюс b. Так что же это будет такое? а плюс b сократится, получится c в квадрате h плюс k в квадрате разделить на 4. Все видят, что это такое? Да, это y в квадрате. Это y в квадрате. У нас все сошлось. Мы получили неравенство. z умножить на x не превосходит y в квадрате. Теперь вопрос, почему я так? Ну, упражнения, подобные треугольники, конечно, замечательные, поупражнялись. А дело в том, что можно доказать неравенство. Верно. Не только для трапеции и вот этого вот четырехугольника, а для любой такой вот ситуации. Когда есть многоугольник, в него вписан другой многоугольник, давайте я нарисуюсь. Представьте себе совершенно произвольный многоугольник. На каждой стороне, которую мы взяли по точке, неважно как, и после этого сделали такую замечательную процедуру. Здесь вот тоже взяли точку, вот эту, скажем, здесь, и провели параллельно вот этой стороне. Потом провели параллельно вот этой стороне. Потом провели параллельно вот этой стороне. Потом провели параллельно вот этой стороне. Так вот, если у нас, ну, к сожалению, я не могу здесь, ну, в общем, точно чуть-чуть не могу, но смысл такой вот, это параллельно этому, это параллельно этому, это параллельно, поняли я тебе, да? Вот, оказывается, что если опять внешнюю площадь обозначить Z, площадь это Y, а площадь это X, оказывается, при любом количестве сторон будет верно в точности вот это соотношение.